я перехожу к вопросам спасибо дорогие то что вы нам пишете я перехожу к вашим вопросам вот полевой сергей задаешь такой вопрос как понять после молитвы человек будет исцелен или чтобы потом он пошел к врачу вот и помолился и как вот определить и как понять как человеку идти ему к врачу или он будет исцелен или или нет я не знаю как понять но когда я молился об исцелении я всегда когда человеку становилось легче когда он уже не думает о том что у него коленка болит там спина болит ему легче у него сейчас ничего не болит я мое такое глубокое убеждение спрашивал когда ты пойдешь к врачу но и в конце концов врач должен определить да вот помните когда вот эту функцию нес на себе священник он должен был определить проказа прошла или нет даже христос так поступил когда он говорит пойдите и проверьтесь пойдите к священнику да люди просто понимаешь когда опять же медицинское образование когда у человека болит вот здесь у него проблема не здесь у него проблема где-то в пояснице и этого человек не понимает он думает что проблема у него вот здесь нужно пойти к доктору чтобы он сделал диагностику где я не знаю тебе легко легче от твоих знаний молиться за людей или или наоборот сложнее я отвечу на вопрос да тоже покороче чтобы я буду очень краток то что тут еще я обещаю буду краток а я считаю что допустим если ты помолился за человека и а человек допустим примеру перед какой-то операции стоит или он перед назначением это лекарств стоит у врача то есть нормально сделать повторная диагностику и повторная диагностика и у меня были такие свидетельства не раз что людям отменяли операции давно или отменяли лечение повторная диагностика она покажет точно да да нет это нормально это доказательство свидетельства спасибо валентин задает такой вопрос часто говорят что не получаешь исцеление значит слабая вера но откуда люди могут знать степень моей веры и вопрос вот вера вера во что вера в исцеление в спасение но вот это тоже такой интересный вопрос может быть он даже риторический да который мы задаем и говорим действительно друзья мы практически тогда судим веру другого да хотя и наверняка только бог и может оценивать и понимать мы может быть это но во всей этой программе у меня вот такой большой вопрос у самого все зависит от человека ли все зависит от бога где часть человеческой где часть божья скажем так но это такой мой вопрос может быть вы ответите но я пока прочитающий светлана пишет врачи тоже люди с грехами пороками безразличием поэтому полностью себя доверять людям не приходится наталья я практикую молитву и лечение ревную слова ревную а слово от господа айгюль врачи от господа когда я болела получила исцеление но каждый день молилась пила лекарства и один день бог приготовил как что я и а да приготовил нет приговорил я бы сказал проговорил проговорил да проговорил да проговорил что я исцелена я перестала пить лекарства после этого болезнь исчезла марина лечите свою душу и лекарства этому библия все остальное превратится в прах дмитрий лечиться с молитвой ждать ничего не нужно наталья помолиться и начать лечение олеся попросить у господа исцеления мария двигаться в святом духе он направит поймешь что и как никита господь и есть ответ и я не болею татьяна ожидать ответа от господа и начать лечение сначала подождать брат какой-то пишет нам сначала подождать если не отвечает то лечиться бог и через лечение отвечает екатерина я лечусь и молюсь она помолиться перед лечением жанна смотря чем заболел если простуды то лечиться если чем-то не излечимым не излечимым то конечно молиться федорова аня молитва плюс лечение абдулина рим на рима помолиться и начать лечение все вот кто нам присылают вот эти вопросы ответы ремарки и все остальное вам большая благодарность спасибо большое но вот что можно сказать заключение буквально у нас три минуты и мы помолимся за людей давайте по очереди я скажу по поводу первого вопроса который там говорили про самый первый то что ты прочитал как понять как понять нет после него получать часто люди говорят не получаешь исцеления значит вера слабо значит был такой вопрос фейсбуке его прокомментировал просят молиться за одного брата которому назначили ампутацию ноги и я написал я не мог не ответить на эту на эту что я тоже передать счета дата столкнула я я написал ответ и сказал послушайте горе если его рyon библия сказала бы мне принести себя в жертву я бы сказал а пускай отрезают но библия мне верю дейти эту жертву живую то есть мы не нужно в первую очередь сохранить себе жизнь если это ампутация связано со спасением жизни пусть по ампутации либо он умрет однозначно ампутация если это не связано со спасением жизни можно бороться и как бы на этом человек должен stain здесь нет недостатка веры или достатка веры здесь просто нужно понять если мы собираемся служить богу из могилы никто бога не прославить а мы должны сохранить себе жизнь не кучись без ног и без рук ходит и прославляет бога я просто вспомнил ты говорил об этом я вспомнил что приносили в храме то непорочное животное не хромое никакой если хочешь принести себя в жертву ты должен принести себя таким полноценным поэтому как если речь о спасении жизни то конечно однозначно ампутация если нет речи о спасении жизни то есть ну надо будет лечить любыми способами не получается ну бывает но и лезер что мы можем сказать по поводу того ответа на этот вопрос который я задавал телезрителям вот что делать если заболел ждать ответ от господа или начать лечение все-таки в конце какой резюме мы выводим я хочу во первых сказать что нужно поступать по вере но всегда рекомендуется посоветоваться с тоже с людьми мудрыми я лично всегда рекомендую людям и лечиться и молиться я протестирую позволю себе простировать иисуса сына сирахова книгу 38 главу где написано что все врачи от бога и ничего с ним не поделаешь тоже я верю что все врачи от бога и к я уверен что каждый из нас обращается к врачам не нужно за это быть со совестью но помните что наше упование на господа а не на докторов упование на господа а господь он видит твое сердце в первую очередь и господь направит руки врачующего аминь аминь дорогие мы молимся за вас дорогие наши братья сестры мы стоим вместе с вами просят молиться и майя из украины сюзана и валентина анатолий софия всех мы вас видим и александра андрей большая часть в отчаянной ситуации и просят исцеления просят восстановление свободы покаяния мужа репцентра чтобы брат захотел ехать отец небесный мы провозглашаем твою благоугодную совершенную волю для каждого господь ты благосклонен и любящий и милующий господь мы надеемся на твою милость и твою благодать мы просим тебя окружить своей любовью и сойди господь и исцели каждого кто нуждается в этом благоволи господь от своего лица каждому господь исправь пути кривые господи вы примете пути господи мы просим тебя чтобы твое действие твоя сила совершилась каждом человеке то сегодня насмотрел и кто будет смотреть во имя иисуса благодарим тебя что благодать твоя растекается для каждого верующего человека спасибо тебе что ты даешь понимание откровение ясность как поступать и как ожидать и на тебя наше упование в какой бы ситуации человек не был от тебя приходит слова и слова ты посылаешь не тщетно она приходит и делает то для чего ты его послал потому мы ищем твоего слова мы ищем тебя господь и мы благодарим тебя за силу и помазание твое во имя иисус